Зима Зима – одно из самых весёлых времён года. Можно играть в снежки и кататься с горки, рассекать по льду на коньках или бегать на лыжах, строить снежные крепости или лепить снеговиков. Самых разных – больших или маленьких, с ведёрком на голове или с модной прической из веточек, с морковкой или сосулькой вместо носа, или даже снежных котиков, драконов и сказочных персонажей. Зимой отмечается один из самых весёлых праздников – Новый год. Новогодняя кутерьма захватывает нас задолго до 1 января. Мы покупаем или мастерим подарки друзьям и родным, наряжаем ёлку и украшаем окна рисунками, наклейками или бумажными снежинками, выбираем наряд и салаты на новогодний стол. Предлагаем маленьким читателям каковинки и их родителям создать праздничное настроение с помощью новогодних книжных новинок. Малыши не оставит равнодушными сказка Катерины Горелик «Мишки и Новый год». Особенно понравится эта книга тем ребятам, Которые только начинают сами читать. В канун Нового года к белым мишкам приехали родственники с Тибета, из России и Китая. А мишки придумали для них столько развлечений, сколько можно найти на Северном полюсе. Гости точно не заскучают. Да и как найти время для скуки, когда можно прокатиться на оленьих упряжках, окунуться в ледяную прорубь, посостязаться в скорости с лавиной, а потом и со снежным человеком. Понравится малышам и сказка немецкой писательницы Аннет Томзер «Новогодний сюрприз». Незамысловатая история о двух друзьях, гноме и мышонке, задумавших устроить лесному народу «Новогодний сюрприз», сопровождается множеством красочных иллюстраций. Маленький читатель может не только отыскать на рисунках героев книжки, но и разглядеть, как живут лесные жители и чем занимаются в канун главного зимнего празднества. Самый маленький снеговик, герой сказки Татьяны Коваль, тоже хотел сделать сюрприз – принести из леса упавшую с неба звезду. Она так хорошо смотрелась бы на верхушке ёлки! Вот только кто же знал, как непросто отыскать звезду в чаще леса? Зато удастся потеряться, найтись, завести новых друзей, и даже, вы не поверите, новый нос! Федя, Вася и Тося – котята из деревни Котофеевка, которую придумали художники Рина Зенёк и Павел Леницкий. Тоже захотели устроить новогодний сюрприз. Правда, не для родителей и соседей, и даже не совсем сюрприз. Скорее, ловушку для Кота Мороза. Надо же выяснить, существует он или нет. А вот сработает ли хитроумный план, наши читатели узнают из сказки «Ловушка для Кота Мороза». А вот герой другой новогодней истории не сомневается в существовании Деда Мороза. Но, к сожалению, своим ворчанием способен испортить настроение не только себе, но и другим. Ворчливого медвежонка Плюша отправляют на север к Деду Морозу на перевоспитание. Но разве можно научить Злюку быть добрым и вежливым? Ответ на этот вопрос вы найдете в сказке Анны Кальдерак подарок Деда Мороза. Пожалуй, самый главный вопрос, который волнует как маленьких читателей, так и их родителей, это выбор стихотворения. Согласитесь, всем хочется удивить Деда Мороза и выучить самое интересное, самое необычное, самое веселое произведение. Любителям поэзии и красивых иллюстраций рекомендуем книжки Натальи Карповой «Как-то раз в новогоднем лесу» и «Ксении Волоханович. Ёлки-хулиганки», из которых вы узнаете, как отмечают Новый год лесные жители. А вот о чем они пишут Деду Морозу и что хотят получить в подарок, вам расскажет Елена Ярышевская в книге «Новогоднее письмо». Предлагаю вам сделать необычную новогоднюю игрушку из отработанной лампочки. Нам понадобятся сами лампочки, в целях безопасности мы используем не стеклянные, а пластиковые, краски и клей, ленточки, чтобы сделать петельку и самые разные декоративные элементы, которые только найдутся дома. Первым делом покрасим лампочку акриловыми красками. Если их нет, не беда. Можно смешать гуашь или ПВА в соотношении один к одному. А затем оставляем лампочку для полного высыхания. В зависимости от температуры в помещении, на просушку изделия потребуется от получаса до нескольких часов. Затем приступаем к украшению лампочки. Нанесем на цоколь универсальный клей и обмотаем бечевкой, пряжей или декоративными лентами. Тогда же сделаем петельку. Окрашенную часть лампочки можно украсить стразами или наклейками, разрисовать маркерами или наклеить на нее декоративные глазки, пуговки и носик-морковку. Его мы делаем из обычного пластилина. Снеговичок на елку готов! Ждем мальчишек, девчонок, а также их родителей в каковинке за этими и другими новогодними книжками. Снеговичок на елку. Снеговичок на елку. Снеговичок на елку.